А что происходит в процессе, допустим, сразу после умирания остановки сердца? То есть физическое тело умерло, все зафиксировано, дата и время смерти, ну и все. Вот что после этого происходит? Да, в ведах приводится описание, причем яркие, красочные описания. С одной стороны, это можно воспринять как определенную аллегорию, но с другой стороны, это точная информация. То есть веды говорят о том, что в тот момент, когда душа выходит из этого грубого тела, за ней приходят определенные посланники. То есть в зависимости от того, куда душе дальше нужно двигаться, за ней приходят представители тех или иных миров, которые будут душу вести дальше. В разных религиозных традициях это описывается по-разному. Веды говорят о том, что на самом деле мы попадаем сначала в место, которое является по сути таким распределителем. И верховный судья этой вселенной, так называемый Ямарач, повелитель этого места, он определяет, подводит итог нашей жизни. У него там есть свои определенные подручные, которые показывают душе всю ее жизнь и объясняют, почему она дальше пойдет именно туда, куда она заслужила. Поэтому, оставляя это тело, мы попадаем в место, где нам показывают нашу жизнь и объясняют, что мы заслужили, проживая эту жизнь таким образом. И дальше, естественно, нас дают в руки тех посланников, которые пришли за нами. И они нас отправляют на тот уровень этой вселенной, как правильно ты, Майкл, сказал, то есть в тот мир, в котором нам суждено дальше продолжать свое развитие, духовное, как души. Поэтому, да, там красочное описание. Иногда душа начинает как бы возмущаться, почему. И ей показывают, почему вот она заслуживает именно такого будущего. Другими словами, все честно в этой вселенной. Если мы этой жизнью заслужили что-то, мы это получаем. Если мы чего-то не заслужили, мы это не сможем получить. Но у нас будет возможность в следующей жизни все это как бы заработать. Описание красочное, потому что, если это грешник, который в этой жизни совершал ужасный, скажем так, что такое грех. Грех – это ошибка, которую я не собираюсь исправлять. То есть такое интересное понимание. Оказывается, грех – это не то, что я совершаю, то, что нельзя совершать. Нет. Грех – это действие, которое я совершил и понял, что это действие неверное, неправильное, ошибочное. Но я не собираюсь его исправлять. И вот когда такие действия в жизни души накапливаются, а все они записываются в определенном как бы… То есть эта вселенная – это как большой компьютер. И в этом компьютере все события нашей жизни записываются, сохраняются. И вот когда такие действия накапливаются, и душа оставляет это тело, она попадает в это место, где и показывают все эти греховные действия, то есть ошибки, которые она совершила, причем не собираясь их исправлять. То есть она и дальше намерена совершать эти ошибки. И вот если душа совершила очень много таких греховных действий, то ее отправляют в то место Вселенной, где она подвергается перевоспитанию. В ведах это называется адские планеты. Опять же, это не планеты в нашем понимании настоящем. Это определенные измерения жизни, в котором душа проходит через определенное перевоспитание. И вот тогда за этой душой приходят представители этих миров. Их называют ямодуты. И вот они отправляют душу туда, и она там попадает, как я говорю. То есть нас… Мы выходим из этой школы, и нас переводят в спецшколу. Ну то есть в школу, где условия пожестче немножко. Почему? Ну потому что в нормальной школе я не могу нормально учиться. Как бы я там не следую никаким правилам, принципам этой школы. Я нарушаю дисциплину, да. Я не собираюсь там выполнять все эти задания, учиться, посещать эти предметы. Все, меня из этой школы выгоняют. Ну переводят в другую, в специальную школу. Ну где рядом со мной будут специальные как бы надзиратели, которые будут следить за тем, что я все-таки буду учиться по-настоящему. Вот поэтому, да, такое интересное описание. Мы попадаем туда, где вот показывают нам нашу жизнь, и затем определяют дальнейший наш путь. За нами приходят определенные посланники, представители этих миров. И вот мы в их сопровождении отправляемся в тот мир, в котором мы получаем новое воплощение. Опять же, для чего? Для того, чтобы мы с вами дальше развивались, чтобы мы не потратили эту жизнь впустую. Другими словами, этот мир – это большая школа. Большое как бы это место, где душа развивается. И есть те, кто следят за тем, чтобы мы действительно развивались, а не тратили время попусту. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!